Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я вам расскажу про чудо-средства для борьбы с болезнями на винограднике. Стандартная ситуация. Начало осени. У нас уже урожай близок к созреванию. В это время мы проходим и замечаем, что на листьях появляются болезни. Что этому способствует? Конкретно в нашем регионе, в Беларуси, в сентябре меняется погода. Она еще и в конце августа может меняться, становится холодной ночью, либо было жарко-жарко, пошли дожди. И начинают прогрессировать мильдью и аидиум. И в этот момент у нас возникают проблемы с обработками, потому что урожай уже почти готов. То есть какими-то системными препаратами работать уже нежелательно, потому что все-таки большинство из них это 14 дней хотя бы. А желательно всегда выдерживать и больше. Есть, конечно, множество, скажем так, народных средств. Про некоторые из них я вам уже рассказывала. И сегодня я рассказываю про еще одно чудо-средство. Действительно чудо-средство, потому что работает оно очень эффективно. Я уже попробовала, я проэкспериментировала и увидела результат. Что вам сейчас и покажу. Начнем с результата. Вот там вы видите омертвевшие части листьев, так было мильдью. Сначала на оборотной стороне появляется белый налет, потом верхняя часть листа вот так вот высыхает. И снизу белый налет тоже можно увидеть. Видите, было поражение верхушки, несмотря на обработку системными препаратами. Ну, кустик молодой, очевидно, что немножко не хватает ему чего-то. И буквально через два дня после обработки с нижней стороны листа уже все прижглось. Белых очагов больше не было. С момента обработки сейчас прошло где-то недели-две. При этом шли дожди и больше на этом кусте новых очагов нигде нет. Вот здесь пример поближе. И этот лист я вам показывала неделю назад. Вот видите, там чуть-чуть беленькое осталось, но шли дожди. Где-то, может, чуть-чуть не попало в обработку. Ну, вот буквально капелька, при том, что оно не распространяется. Повторюсь, неделю назад я вам это показывала. Это что касается мильдью. Что касается аидиума. Вот здесь на ягодке, на самом деле оно серое, камера отсвечивает. Сейчас мы попробуем вот так вот повернуть. Вот. Видите? Это аидиум. И тоже он прижегся. Чуть-чуть не до конца. Но он прижегся. При том, что обработка была две недели назад. И после этого шли, ну, не каждый день, но через день дожди так точно. Все, дальше распространение никуда не пошло. При этом ягода вот уже практически полностью окрасилась. Ну, и здесь очаг остановлен. Ну, несмотря на то, что я назвала это средство чудо-средством, на его эффективность, конечно, влияют определенные факторы. Так, например, если вы обработаете, и пойдет дождь, оно не утратит полностью своей силы, но частично смоется. Поэтому может быть где-то неполная эффективность, и может понадобиться, например, несколько обработок. Но поскольку это средство такое природное, то обрабатывать им можно сколько угодно, абсолютно не боясь каких-то негативных последствий. Ну, и, собственно, что же это за средство? Средство это очень простое. Это скошенная трава, которая должна постоять определенным образом. Сейчас я вам расскажу, как. Итак, нам понадобится трава свежескошенная, какая-то емкость. У меня это вот такая бочечка. Может быть, любое ведро. И какая-нибудь крупа, абсолютно любая. У меня вот она немножечко здесь намочена. Ну, видите, вот она рыхленькая. То есть я чуть-чуть залила водой, чтобы она немножко была влажной. Теперь мы слоями укладываем траву в бочку. Немножко положили. И пересыпали крупой. Следующий слой положили тоненький, пересыпали крупой. Толстый слой не надо. Тоненький слой травы и чуть-чуть крупы. Тоненький слой травы, чуть-чуть крупы. И ничего уплотнять не надо. Ну, меня, видите, кто-то крупу расхищает. Последний слой у нас трава. Ничего мы не уплотняем. И сверху одеваем черную пленку, либо черный пакет. У меня вот такой большой. Я смогла укрыть всю мою бочечку и оставляем на солнце. Прошло два дня. Вообще скорость приготовления всего средства очень сильно зависит от того, есть солнце или нет. К сожалению, вот эти дни стоит пасмурная погода. Значит, наша задача каждый день это открывать. И немножко перемешивать, чтобы был воздух, чтобы оно не сбивалось. И вы заметите, что все становится таким тепленьким. Иногда даже горячим. Вот начинает беленько уже проскакивать. Это то, что нам надо. Вот. И очень заметно это становится... Там, где у нас было кусочки крупы, вот прямо ощущается рукой, что там становится очень тепло. Ну, повторю, что скорость приготовления очень зависит, есть солнце или нет. Вот потом вы увидите, что травка, она так сбивается в кучки. И появляется такой беленький налетик. Это, собственно говоря, то, что нам надо. Ну, вот здесь попробую приблизить. Его, конечно, еще немного, но оно есть. Вот. И может быть очень горячо. У меня вот солнца мало, поэтому не очень горячо. А так может вплоть до того, что аж пар отсюда быть. Вот смотрите, у меня это пятый день. Трава уже стала такая влажная. И на ней можно заметить такие вот белесый налет. Я его уже показывала. Ну, вот в таком состоянии я ее уже использую. Вот смотрите, вот наше беленькое такое. Вот это то, что нам надо. И все у нас горяченькое. Бывает, что оно готово уже на третий день, если у вас солнечно. Если солнечная тепличка, можно поставить это в теплицу. Но, к сожалению, у меня вот эти дни были очень пасмурные, шли дожди. Поэтому на приготовление у меня ушло где-то 5 дней. Хотя до этого получалось быстрее. Все, вот в таком состоянии это готово. Я теперь эту траву выбираю, заливаю водой. Перекладываем. Очень ближе к низу, тем горячее. Вообще, в оригинальном рецепте там аж прямо пар с этого всего шел. Увидела я этот рецепт на канале Мускатный аромат в бокале. Я вам обязательно под видео оставлю ссылку. Смотрите, наполняем ведро практически до верха. Но, чтобы еще тут оставалось место для воды. Значит, залили. Я даю постоять немножко, час, два, три. Иногда на ночь. В зависимости от погоды, если, например, ветер сейчас неудобно обрабатывать. То есть, сколько у меня есть времени. Но больше оставлять уже не стоит. Этого будет достаточно. После этого процеживаем. Заливаем в опрыскиватель. Если у меня получается меньше 10 литров, до 10 литров я уже довожу водой. Но можно как бы еще раз сполоснуть эту траву водой. Дальше траву я раскладываю где-нибудь под кустами. А этим обрабатываю виноградник. В чем плюс этого средства? Это живые микроорганизмы. Даже если мы обработали перед дождем. Ну, так получилось, да, по какой-то причине. И потом пошел дождь. Понятно, что часть смоется. Но часть останется. И в любом случае эти микроорганизмы уйдут в почву. Значит, они будут там вести свою деятельность. И там притормаживать рост вот этих грибков. Это средство абсолютно безопасно для человека. Причем испытано мной. Я обработала. И ягоды хорошо обработала. На следующий день ходила по виноградничку. Пробовала ягодки. Понятно, ничего не мыла. Ну, и все нормально со мной. Ну, и ничего страшного не случилось. Что тоже, в общем-то, в данный момент, когда ягоды зреют, очень хорошо. Ну, и помним, что на эффективность средства все-таки будет оказывать и степень поражения. Поэтому в некоторых случаях может быть понадобится несколько обработок. Но, повторюсь, поскольку средства абсолютно безопасны для нас и для растений, то это вполне можно сделать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы ваш виноградник был здоров. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на оригинальный рецепт, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!